Выбирать автомобили, как и подарки, занятие неблагодарное. Это дорого, это слишком банально. Особенно тяжелые муки выбора для женщин, ведь каждой хочется купить что-то такое яркое, выделяющееся из серой безликой массы автомобилей агрессивно угловатого дизайна. Нам эта задача тоже казалась невыполнимой, пока мы не увидели его. Citroën C3 Picasso. Citroën C3 Picasso автомобиль на рынке не новый, но, как нам кажется, не заслужен обделенный вниманием покупателей. Несмотря на свой почтенный по нынешним меркам возраст, а он на рынке уже почти 5 лет, C3 выглядит бодрячком как снаружи, так и внутри. Отлично читаемые и ненавязчивые приборы, большая и продуманная сеть воздуховодов, профторный салон, во всем этом заметна кропотливая работа инженеров и дизайнеров, которые даже сегодня могут похвастаться далеко не все бестселлеры. Ну и, конечно, цена. Много ли можно сегодня найти автомобилей, прайс на которые начинается с 497 тысяч рублей? И, конечно, французы берут практичностью. Торпеда перед читком приборов вполне может служить столиком. В охлаждаемый бардачок объемом 9 литров поместятся несколько литровых бутылок воды. Багажник у C3 также один из самых больших в классе. А если еще сложить заднее и одно переднее сиденье, то младший Пикассо практически превращается в коммерческий фургон, способный перевозить грузы длиной до 2 метров 40 сантиметров. Несмотря на большой салон, автомобиль прогревается очень хорошо. Мои замерзшие за час на морозе ноги согрелись буквально за 5 минут. Порадовал и очень легкий руль, провернуть который на асфальте, мне кажется, сможет даже дюймовочка. Обзор с водительского сиденья прекрасный, а благодаря раздвоенным передним стойкам, таким он остается и в поворотах. Так что сюрпризов с возникающими из ниоткуда пешеходами можно не опасаться. Единственное, что пришлось не по вкусу, так это размер подушек передних сидений. Они коротковаты даже для мужчин среднего роста. В России Citroën C3 Picasso продается с двигателями 1.4 и 1.6 литра, работающими дуэтом с 5-ступенчатой механикой или 6-диапазонной роботизированной трансмиссии. Конечно, привыкшим ездить на автомате она покажется медлительной, но если переключать передачу в ручном режиме, да еще и под сброс газа, то скоростные преимущества автомата тут же нивелируются. Мощности двигателей C3 хватает за глаза, ведь оба мотора создавались в партнерстве с BMW. Единственный минус робота, с которым сложно смириться, это отсутствие режима паркинг на селекторе переключения передач. Чем это чревато? А вот чем. Если не оставить автомобиль на первой или задней передаче и забыть дернуть ручник, то вы предоставляете автомобиль самому себе или воле случая. Впрочем, на ровном месте такие случайности практически исключены. Да и вообще в автомобилях приятнее ездить, а в комфорте французы знают толк. Уже в базовой комплектации C3 Picasso оснащается рулевым колесом, регулируемым по высоте и вылету, портовым компьютером и зеркалами с электроприводом. В топовой версии здесь появляются двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и панорамная стеклянная крыша. Несмотря на псевдокроссоверскую внешность и неплохой клиренс, Citroёn C3 Picasso все же городской автомобиль. На проселке порой проявляются короткие ходы подвески и ее недостаточная энергоемкость. Но если ехать без фанатизма, вы об этом вряд ли узнаете. Алексей Матвеев, Дмитрий Конин. За рулем РФ.